приветствую уважаемые трейдеры коллеги ход лир и майнеры начинаем наш обзор традиционно начинаем у вас биткоина и так поехали по биткоину падение неудивительно ребят мы с вами смотрели прошлый раз мы где-то были здесь на верхушках еще возможно сходили вверх возможно начали вниз не помню где был выпуск но самое главное что в принципе я думаю что к для каждого из вас падение которое мы сейчас видим она ожидаемо более того очень надеюсь на то что наконец-то мы сделаем все таки поход на 5 200 для того чтобы уже окончательно подтвердить окончание движения биткоина вниз именно вниз все же если мы сделаем вот это движение 5 на 5 305 200 друзья для меня это будет просто изумительной ситуации которая говорит о том что все движение окончено более того хотелось бы увидеть это движение скоротечным быстрым знаете вот как часто нам показывают что-то типа вот раз да то есть это вверх а такой же вниз и резко в обратную сторону вот это было бы идеальным окончанием движения нисходящего тренда напоминаю что я как-то говорил что 14 число это какое-то какая-то дата которая плюс минус один-два дня то есть мы можем ожидать как чего-то переломного в биткоине очень надеюсь на то что это произойдет но что пока не ясно и эта дата определена не какой-то инсайдерской информации ребят не не думайте что я обладаю каким-то инсайдом я вам больше скажу не верьте никому кто говорит что обладает этим самым инсайдом ребят никто не созванивается личностно сатоши накамото таких людей не существуют во всяком случае для нашего русскоязычного крипто сообщества уж точно это не эта дата не обусловлено никакими инсайдерскими вещами исключительно только техническими расчетными моментами поэтому посмотрим если это работает может быть когда-нибудь где-то я и покажу как это рассчитывается пока пока не хочу забегать наперед знаю что в районе 14 15 вот сегодняшний день в том числе возможно какое-то движение биткоина и это связано с тем что и движение которое будет я думаю что она поломает какую-то тенденцию то есть или это мы войдем во флэт окончательно либо же это будет какой-то либо же это будет наоборот еще более сильное снижение о чем я очень чего я очень жду и либо же это будет наоборот движение резко и вверх посмотрим я не могу сказать но знаю что эти даты где-то должны быть каким-то переломным моментом поехали дальше кстати более детально ребят я хочу напомнить что сегодня у нас вебинар в 1900 по москве и киеву заходите регистрируйтесь форма регистрации будет ссылочки в описании внизу поэтому регистрируйтесь вы знаете что на вебинаре в я отвечаю на ваши вопросы вы можете этот вопрос задать до начала вебинара я на это я эти вопросы вижу выбираю отвечаю на них естественно вы можете получить ответ непосредственно от меня на любой интересующий вас вопрос сразу хочу сказать это касается не только крипто рынка а любых рынков которые есть потому что я не за я не только крипто трейдер то есть это совершенно без основа все-таки моей работы это форекс фондовый рынок и так далее поехали дальше поехали дальше и так паре пол ребят всем интересно было не знаю зацепили моего в прошлый раз нет поэтому компенсирую свою эту потерю и показываю вот такое движение у нас произошло это очень радует смотрю на 15 минутах ребят на кракене более не менее ну как бы усредненные объемы более не менее большие поэтому поехали и так что видно сейчас паре клуб паре клуб сейчас произошел взрыв объема это характерно больше для волны 1 любое понижение рипла вы видите вызывает сразу бурнейшую реакцию на реакцию опоры скажем так то есть люди не сразу начинают его откупать вывод скорее снижение уже любое снижение рипла нужно использовать исключительно для покупки и исключительно чего я ожидаю сам 43 43 с половиной цента 43 75 для меня зона закупки очень напоминает мне это вот такую структурку то есть была волна 1 какая-то сейчас мы откатываемся abc посмотрим ну вот где-то вот в этом районе можно будет спокойно откупиться и соответственно не забывайте 42 10 но 42 и одна десятая цента это уровень постановки стоп позиции хотя с другой стороны вроде бы я говорю да что любое понижение только повод купить но ребят рынок есть рынок и если вдруг произойдет какой-то форс-мажор на рипа упадет метеорит либо же у рипа случится дефолт ребят но я образно говорю и в шутку но вы сами понимаете что стоп это залог вашего спокойствия вашего вашей уверенности и торговли в удовольствии и наслаждения они сидение под одеялом с черными игру глазами да с кругами под глазами черного цвета и ожидании чего-то неясного далее ребят на прошлый раз с вами смотрели две валюты это мфт и софтки и так ребят что по ним первое по этим двум ребятам у меня вот предпочтение мое все-таки находится в кие в софтки посмотрел я сегодня coin market call календарь до выбрал кей и вы знаете мне это мне понравился он больше чем мфт покажу извините покажу почему все-таки событиями насыщен именно именно кей как видим с 30 сентября понеслось да по декабрь какие-то события идут и партнерство и мобильник и десктоп и то есть им для мобильного кошелька и до компьютера кошелек и так далее так далее но видите сами то есть это это что касается кей и тут же я вводил ребята мфт и не просто это поразило просто ничего нет mainframe до search и все я ничего не изменилось ребят никаких событий по нему нету поэтому ребят для меня вот предпочтение все таки я буду отдавать киям да у меня в равных позициях приблизительно в равных пропорциях но даже с перекосом в сторону мфт у меня находится некоторое количество денег и там и там небольшое ребята вам сразу хочу сказать вы знаете я большой противник тех коинов которые имеют низкую капитализацию вы это знаете но все же если появляются вот такие вот ребята то в принципе 5 процентов своего депозита я выделить на них могу и если они умножат мне на 2 на 3 я думаю что это будет прекрасно и в принципе меня это устроит те же 15 процентов сверху заработать но как бы ни на чем можно но не более того поэтому поэтому ребят по киям и всем этим ребятам я скажу прямо то есть я отдаю предпочтение киев невзирая на то что его вот технически он находится как бы немножечко но хуже чем мфт скажу прямо мфт все-таки вот если посмотреть то мы имеем вот такую штуку по мфт ребят кто находится в позиции закупился вы помните мы скидывали его по 340 потом закупались по 260 по 240 по 250 кто где успел сейчас для меня вот такая приблизительно картинка то есть я его ожидаю в район 328-300 я я закрою его на 328 скажу прямо район куда он летит это 320-340 золотая серединка 328 330 я буду выходить из него и ожидать соответственно нового отката не забывайте вот это все будет только волна 1 волна 1 вот это вот это все соответственно после отработки 330 но грубо я говорю вот этой зоны целевой волны 5 давайте переместим вот сюда то есть после отработки этой целевой зоны конечно же будет откат abc и соответственно возможность новой закупки закон возможность новой закупки но для чего я буду закупать мфт ребята дними для того чтобы держать эту валюту как основную нет ни в коем случае валюта будет закупаться исключительно для того чтобы перевести полученные деньги в биткоины то есть за биткоин и она будет продаваться из-за биткоина же будут покупаться либо же трон либо же окей вот такая вот ситуация данный момент скажу прямо мафта работает очень красиво очень технично на у ровненько отработал 161 волны один вот это вот выстрела ровненько вообще копейка в копейку очень понравилось посмотрим как он будет себя вести дальше откат напоминаю я ожидаю в район 268 откуда взял эту цифру но не по фибоначчи скажу прямо то есть на курсе подготовки это все даю более детально где я беру такие цифры но в принципе скажу так что даже даже по фибоначчи в 0 618 смотрите то есть да где то здесь вот закупку закупка может происходить ладно поехали поехали дальше следующее что хотел бы глянуть ребят это эфир classic эфир classic и хотел всех вас предупредить а предупредить о чем обратите пожалуйста внимание что делает сейчас эфир classic и как по моему видению мы находимся сейчас вот в этой стадии рынка поэтому будьте предельно осторожны у меня стоит закупка на 1450 надеюсь вы меня услышали и также будете придерживаться приблизительно такой схемы кто считает что эфир classic он покупает для боли для более долгосрочных целей и прибыли сразу говорю покупать да в принципе можно и сейчас не дожидаясь особо ничего однако я буду принципе 1450 ожидать для закупки эфира классика на этом прощаюсь напоминаю еще раз что сегодня у нас проходит вебинар в 19.00 всех приглашаю всех жду ссылка в описании подписывайтесь на наш канал ставьте лайк нажимайте колокольчик чтобы никогда не пропускать те новости которые выходят от tsi analytics ну и соответственно лайк-дизлайк с вас всего наилучшего до новых встреч пока